Более консервативно уйти просто в сибири. А представляешь, если бы он пошел на бомбу в такой-то сибири? Большинство для Vitality. Отличное начало первооружейного для Entropy. Apex поджимает с подвала. Этот эпизод, скорее всего, никто не контролирует, но по таймингу. Это реально и Apex. Мне не нравится, почему здесь... Какой он скользкий просто. Entropy не играет без коннектора. Почему они коннектор вообще отдали? Чем это обусловлено? Знает про мид, знает про длину. Есть информация в этот момент. Падает за его команда. Vitality бежит. Крепкий орешек, говорили они, но не тут. Они просто развернулись, а он ползет и что-то говорит одновременно с этим. Получает в голову дальше. Так, все. Рефреш. Пока что без раскида заход. Контактный выход на B. Смаком закрывает симпл. Он решает выйти за колонну. Это довольно опасно. Может быть, забирает одного дальше. Добавляет тоже симпл. Началось. Началось. Он приехал на мажор. Нет. Тесес. В итоге тоже падает. Сьюж остался последний ненадолго. Электроник. Поражение. Три победы. Так, Электроник. Я так понял, что они переигрывают. Я не понял, что происходит. Кого-то забрать здесь. Бумыч остался за ящиком на пленте. Вдалеке. Должны, конечно, его тут проверить. Ребята из команды героек. Это ситуация 1 на 3. Бумыч. Капитан. Это до второго. 1 на 1. Ситуация смог на пленте. Не спеши. Капитан Ильич. Есть контакт. Минус. Последний. Это был Стаун. 1 в 3. Вот они вот здесь. Сюда! Капина от Бумыча. Таких раундов, конечно, не хватало команде Na'Vi. Все, ушли с плента. Просто съел всех. Просто три. Здесь немного не успели, скажем так, перехватить битого снайпера. И теперь команда Entropyk вновь будет действовать дальше вслепую. О, видал? Какие флешки здесь у нас. Подкинь-ка мне моменталочку в запас. Так, занятие с энтрокарты вроде бы произошло. От Entropyk что будем делать дальше? Номер 9, он же Форестер, пытается люрковать на коврах. Агрессия от G2 в этой позиции не наблюдается. Тем временем четверка Entropyk двигается в направлении коннектора. Элен все это дело будет прикрывать. Прыг по твешку. Ника! Очень уверенно. Минус Николебек, минус Элен. Размена, к сожалению, не последовала. Абсолютно идеально все было сделано, ребята, из команды G2. Один лифты, один накидывает, один в окне. И это звено из трех человек оказалось смертоносной. Занос для ребят с команды Entropyk. Лаки пытался, конечно, здесь перехватить инициативу, но... Стресс на ровном месте. Стоило ли воевать за этот коннектор? Это вопрос, на который нет ответа. Никто! Фьюш не будет играть на базе B в этом раунде. Инфа сотка. В подвале не будет играть Рой. Инфа сотка. И у нас 4 в 4. Минута 37 до конца. То есть раунд еще даже, можно сказать, на фристайме фраги сделали. Я просто на чатик обращаю внимание. Ну, вот как-то так развлекается команда Entropyk. На самом деле круто. Парни не грузятся, парни пытаются как-то не закисать. Вот если посмотреть, что у Astralis там все очень плохо. Они проигрывают, у них мало что получается. И они просто сидят, молчат. По-моему, там даже особо ничего не происходит. Ну, а что делать? Это пакетбол какой-то, да? Идем отдыхать. Премьер-министры. Не-не-не, мы идем просто отдыхать. Короче, смотрящие по чатам у нас будут. Это Сопов и админ, но Адос президент. Здесь без вариантов. Так, продолжается какая-то непонятная история. Че-че-че? Ага, парни уже пытаются общаться на языке жестов. Нельзя говорить, напомню, во время пауза технического характера игрокам внутри коллектива. Поэтому надо находить способы общения. Так, ну-ка, надо в чат на Ютубе попробовать тем временем что-то написать. Может быть, мне ответят. Я вам, уважаемые зрители, могу отправить только один смайлик. Это действительно классный смайлик. Это сердечко со здоровьем. Потому что всем желаю здоровья. Времена нынче у нас непростые. Следите за собой, не забывайте все, что рекомендуют. Так, ведь что-то не пошло. Посмотри, что там происходит. Они уже играют. Нет, я не понял. Тут все действительно грустно. Тут действительно молчание. Дюпри, дюпри. Ну, без девайса, ну как так. По-моему, Николай в прошлом раунде обидел Дюпри. Лично. Он убил его. Ну, сорян, это КС. Коля, как ты мог? Сорян, это КС. Мы такой путь проделали вместе, а ты взял и убил меня. Коля. Так. Ну, чатик на ютубе, это, конечно, что-то. Троника очень шаткая позиция. Его... Нет, и Киндер пошел с монстра. Играет девятка. Девятка. Шикарное попадание, но тот был красный. В итоге Электроника... Один процент здоровья у папы Троника. Видите, тень оппонента уходит в зигзаг, будет отмораживаться. А есть там дымы или что-то еще? Нет. Нет Дефьюз Китов. Там нет Дефьюз Китов. Есть флешка, и Киндер встает на Дефьюз. Пытается Дефьюзить до конца. И это Электроник. 16-4, уважаемые зрители. Команда Нави, ну, беспощадно обыгрывает коллектив Virtus.pro. На N-Tropic, на вторую карту. Забирайте стопроцентный бонус на первый депозит у нас под трансляцией. Переходите по баннеру, по рематчам. Винни начинает этот раунд через радио. Откидывает Молик. Также Молотов Скрипик. Крат, кстати, за него отвечает у команды защиты. Там Форестер снова показывает свою агрессию в будке. Тут уже, понятное дело, против Калашей и Гориллов будет не так уж и уютно работать. Подсадка обратно на двойку. Форестер там уже у нас будет находиться. И Энтропик улица. Вот я хотел спросить, что там происходит. Эллиан! Два минуса. Хорошо поработали. Там под флешку Никельбека. Лаки на рампе. Не отпускает Винни. Дроп тоже падает. Там же Ксерата последний. Вышел, конечно, в скрипт. Но до бомбы еще не забраться. Я хочу клип там, где Эллиан делает два минуса. И потом просто на вебке бразильский игрок просто аплодирует. Аплодирует? Это топ! Я сейчас попробую сделать этот клип. Это просто лучшее. Я думаю, что наши зрители уже сделали из-за тебя это. Что могло быть. Я не знаю. Ребята, если сделали клип... А туда отправлялся Токарея. С пик на граффити бит. Убивает девайса. Отличная работа. Дальше можно пройти на Лопски. Для Валерия это проще простого. Девятка закрывается смоком. В итоге фулл трайхард команды Na'Vi здесь в этом раунде. Легкая. Редкая. И это 3-0. Для рожденных побеждать проход в плей-офф. Пи-Джи-Эль Стокгольм 2021 года. Кто ставил на 3-0 Na'Vi? Есть такие? Я думаю, что есть. Есть, конечно. Рыбу в чат из поставили на 3-0 Na'Vi. Вот оконцовка для Валеры на нож. Реза режет. И зарабатывает себя этот 16-й. Все четко было, отыграно. Тимпла. Тут же фраг для дачанина. Перфекта и Бит до сих пор не вышли. Бит промутился в смоках. И, кстати, может быть неожиданность от Валерия. Здорово, Кэддер. Как это происходит? Минус 1. Перфекта тоже находит минус. Можно забрать этот раунд. 2 в 1 ситуация. Рефреш красный. Нет Дефьюз китов. 10 секунд до конца. Есть информация по рефрешу. Дергает сейчас Бит до конца. Просто морозится. Неужели? Мороз не раз меня спасал. 4, 3. Он снялся. Он снялся. Он снялся с Дефьюза. Нет. Японский бунт. Ой, но какая попытка от команды Na'Vi. Просто невероятная. Что они только что вытворили. Сыграть свое Инферно. Пусть они уступили Астралис. Заур, проснись. Нас обокрали. Все нормально. Настраивается сейчас, ты думаешь, да? О, кайфует. Хорошо. Маус, неплохо все-таки сыграть Инферно. Мне так почему-то кажется. Ну, давайте посмотрим, что они выберут и какие карты. По тебе, по мне. Слушай, ну, эээ. Так. Тут Плопский не сдается. У Na'Vi уже каким-то образом ситуация 5 в 3 превращается 2 в 2. Симпл. Падает с Хевена на Плэнт. Как он это делает? Просто демон. Просто ювелирная пауза выдерживается. Зум. Туда, сюда. Класс, класс. Самый важный минус был в этой ситуации, конечно. Тессис дальше живет. Бомбу пока не могут поставить. Все. И рефреш. Через смок находит еще и Симпла. Бит. 1 на 1 остался против рефреша. Кто кого, пока не ставит бомбу. Хочет прочекать лево-право. Выпадает. Кош. Есть раунд для команды Na'Vi. Валерий Вахо. Да? Очевидно, кто-то или сам подумал у нас Na'Vi об этом, или кто-то уже из павших соперников, вернее, тиммейтов об этом тоже сообщил о том, что доиграй до конца. Тем более, рожденных побеждать. Проход в плей-офф. PGL Стокгольм 2021 года. Кто ставил на 3-0 Na'Vi? Есть такие? Я думаю, что есть. Есть, конечно. Рыбу в чат. Ой-ой-ой! Вот оконцовка для Валеры на нож. Реза режет. И зарабатывает себя этот 16-й. Все четко было, отыграно. Хорошая, конечно, концовка. Уверенная нота, можно даже так сказать, для команды Na'Vi с Виндзором. Довольны ребята. Уверенная победа. Они свою работу здесь, на этом мажоре, выполняют. И это было еще вчера. Уверен. Одного и крада забирает Месуто 14-2. Друзья, это Алексей уснул. Лех... Лех... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok